На Кубани «Свежий ветер» проводят с 2006 года. В нем принимают участие как группы, так и отдельные исполнители. Основные направления фестиваля – рок, рэп, брейк-данс, битбокс, диджеинг и граффити. Как мыслить представители субкультур, можно узнать из текстов. Все ребята пишут сами. Авторы читали рэп на вечные, нестареющие темы. В треках нашли отражение и любовная лирика, и социальная тематика, и бытовые сцены. На неформальной тусовке не обошлось, конечно, без старшего наставника анапской молодежи Владимира Тельнюка. Ребята из Анапы уже выступают и в Краснодаре, и в Ростове, записывают альбомы. И я хочу сказать, благодаря вот таким фестивалям, конкретно «Свежий ветер», если он прошел массово и хорошо, то обязательно мы наблюдаем в анапской молодежной среде бум этих направлений. То есть ребята хотят заниматься. Можно с уверенностью сказать, что в Анапе неформальные субкультуры развиваются, доказательством чему служат все новые и новые фестивали и мероприятия. А это дает возможность выступать, приобретать полезный опыт, является хорошим стимулом для совершенствования мастерства. Победителем в номинации «Рэп-соло» стал молодой исполнитель Денис Махров, выступающий под ником «Деем». В номинации «Битбокс» одержал победу единственный исполнитель Юрий Авагян. Победителями в номинации «Лайт-рок» стал коллектив анапского филиала РГСУ «Нова Лайф». А в номинации «Харт-группа» – «Айрон Твист». Дальше ребята ожидают участия в зональном этапе, а потом, если повезет, и в краевом.